Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! Председателя президента, скажем так, Европейского центрального банка Марио Драги. Именно им изначально отвели статус основных катализаторов в движении финансовых инструментов. Они могут повлиять на, и не могут, а 100% повлиять на доллар и европейскую валюту, которые, собственно, и формируют рыночные настроения на рынке Форекса. Не хочется, конечно же, опять перегибать палку с избыточными ожиданиями, но я думаю, что вы все прекрасно понимаете, лично какого расклада я придерживаюсь и какой сценарий в плане реализации хочу увидеть, поскольку до сих пор продолжаю верить в сильную американскую валюту. И, соответственно, до сих пор продолжаю находить сигналы, указывающие на то, что европейская валюта вот-вот может оказаться на уровне гораздо ниже текущих значений. Об этих событиях мы с вами продолжим говорить и сегодня, и завтра, и в пятницу, и на следующей неделе, безусловно, потому что эти события могут стать настоящим маяком, собственно, для дальнейших движений наших спекулятивных инструментов и позволить нам либо скорректировать, либо, напротив, подкрепить, опять же, те идеи, которых придерживаемся. Начнем давайте сначала с рынка нефти. Клосс прошлого торгового дня 51-58, сейчас инструмент торгуется на уровне 51-74. Снижение продолжается вторую торговую сессию подряд. Сегодня на азиатских торгах небольшой воспресс интереса к этому активу, но ситуация так быстро меняется, что я предлагаю даже не констатировать то, что происходит с активом сейчас. Будем подводить итоги и обозначать, как минимум, среднесрочные взгляды и прогнозы. Рынок нефти снижается на все тех же опасениях и страхах, которые связаны с неэффективностью усилий Ближнего Востока, направленные на ребалансировку рынка черного золота. У меня есть для вас дополнительные новости, сообщения. Я их попробую подать, наверное, в том ключе, в котором стоит это делать. Но, а вы, если интересуетесь тем, что происходит с нефтью, при необходимости додумайте, как этот фонд стоит использовать, чтобы торговать нефтянкой. Министр нефти Куйбейта на входе интервью на национальном телевидении сообщил о том, что важное событие для нефтянки грядет. Это, мы помним, ноябрьская встреча ОПЕК. Это не просто очередная встреча технического комитета. Это уже столь важное событие, когда поднимаются самые насущные вопросы. И без решения, конечно же, быть не может. Так вот, почему на эти комментарии нужно сейчас обратить внимание, потому что впервые с начала 2017 года и вообще с времени действия энергетического пакта представители ближневосточного картеля, в данном случае это министр нефти Куйбейта, допустили то, что в ноябре будут обсуждаться возможности прекращения действия энергетического пакта. Это как раз и доказывает то, что инициатива Ближнего Востока, она, конечно же, была понятна. Они крайне заинтересованы в высоких ценах на нефть. Они, может быть, и пролоббировали эту идею, и попытались выступить примером для других площадок. Но невольно вспоминаются последние доклады Международного энергетического агентства, когда, по сути, всю лямку продолжают тянуть представители Ближнего Востока, а другие регионы, которые участвуют в этом пакте, уже не так ответственно подходят к исполнению своих обязательств. И Ближний Восток, ну, просто уже не в силах, опять же, что-либо изменить, поэтому мы видим уже то, что вслед за подорванным моральным духом начинают уже звучать сценарии, которые, в принципе, уже официально могут привести к завершению периода действия энергетического пакта и позволить снова участникам этого сообщества и этой сделки, направленной на восстановление баланса после предложения вернуться некогда к более высоким объемам нефтедобычи со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в понедельник, как вы помните, еще состоялась, ну, внеплановая, скажем так, встреча технического комитета. Это, возможно, нисходящая динамика вчерашних торгов была еще усилена тем, что по-прежнему нет никаких новостей. Но я думаю, что если бы какие-то интересные новости были, и уж тем более договоренности, рынок бы о них сразу узнал, и это нашло бы отражение в поддержке котировок, собственно, на черное золото. Сейчас, друзья, в центре внимания трейдеров статистика по запасам. Сегодня у нас официальные данные от Министерства энергетики. Если мы посмотрим на прогнозы аналитиков Global Pats, то считается, что эта неделя станет восьмой подряд, когда запасы снижаются. По прогнозам, спад ожидается на 3,5 миллиона, запасы бензина тоже должны сократиться, там поменьше цифры, а в полтора миллиона. Помимо этого, нас, как спекулянтов рынком черного золота, будет интересовать еще и показатель по недельному росту нефтедобычи в Штатах. Это очень важный отчет, особенно помню реакцию трейдеров на эту статистику на прошлой неделе. Снизится ли запасы? Я думаю, что да. Учитывая, что сейчас спред, скажем так, ценовой между стоимостью контракта WTI и стоимостью Brent превышает 2,5 доллара, можно предположить то, что американские солнцевики, нефтяники, скажем, продолжат наращивать экспортные поставки, потому что это в их интересах. Действительно, если нефть дешевле, на нее есть и больше спроса, и такой ситуацией нужно пользоваться. Тем более, что ни о каком дефиците потенциальном на американском рынке мы с вами не говорим, а только лишь констатируем сохранение высоких показателей нефтедобычи и говорим о том, что этот тренд будет сохранен и дальше. Если в текущей ситуации со спредом в показателях цен указанных контрактов воспользуются американские производители, то да, у нас какое-то время еще действительно будет сохранение тренда, снижение запасов. Но помимо этого, я хочу напомнить, что для участников рынка, может быть, даже еще более интересными данными являются данные по росту объемов добычи. Ну или, по крайней мере, если не сильно интересными, то данными, которые нельзя игнорировать. В частности, на прошлой неделе запасы оснизились седьмую неделю подряд. И это была статистика, которая указала на самое сильное, самое большое с начала 2017 года снижение коммерческих запасов. По идее, нефть можно было бы вырасти, но вместо этого котировки просили к 50 долларам за баррель. После того, как администрация новичной информации сообщила о росте недельной добычи на 79 тысяч до 9,52 миллионов. Поэтому сейчас, я думаю, что на эту статистику мы тоже обратим внимание. И даже несмотря на то, что запасы снова могут снизиться уже восьмую неделю подряд, я продолжаю делать акцент и большую ставку на то, что определяющими для рыночных настроений останутся объемы добычи нефти США. Потому что сверхпроизводство, которое иначе по-другому не назвать, 79 тысяч за неделю, вы представляете, насколько, если проецировать, опять же, до конца 2017 года, хотя бы частично при сохранении данной динамики, то планка в 10 миллионов реально будет достигнута. Вот как раз на этот отчет я делаю сегодня больше акценты. Думаю, что ситуация прошлой недели может повториться, позволив нам снова метить на тестирование поддержки 50 долларов за баррель. Пока фундамент этому способствует, думаю, что не будем отказываться от этой короткой позиции, собственно, как не делали это и неделю назад, собственно, и месяц. Полагаю, что фундамент, который анализирует не только я, но и вы, если занимаетесь нефтью, если спекулируетесь этим активом, вы лишь только, скажем, согласитесь со мной, что для рынка нефти уже все предопределено, и самое главное, просто нужно ждать, тем более, что ослабление может произойти довольно-таки существенно и оказаться довольно большим за очень короткий промежуток времени. Рубль 59,07 пока что для российской валюты больше поддержки является налоговый период. Нефть должна сцепиться за уровень, опять же, важный в плане сейчас снижения поддержки 50 долларов за баррель и пробоя. Только после того, как нефть окажется ниже этой планки, мы с вами будем говорить уже о возвращении прежнего, крайне пессимистичного и негативного настроя в отношении перспектив рубля. Сейчас тоже сохраняется выжидательная позиция, налоговый период уже завершается на этой неделе, поэтому с понедельника следующей пятидневки мы будем всецело уже фокусировать свое внимание на том, что происходит с рынком нефти. Евро против доллара снижается, котировки 1,1759. Вчера вышли данные по индексу настроений в деловой среде. Института ЗЮ самый объективный индикатор настроений промышленников, которые указывают на то, насколько они оптимистичны либо пессимистичны в отношении перспектив экономики. По ЗЮ статистика это Германия, ну и в принципе отчет по всей еврозоне также был публикован аналогичный вчера. А статистика хуже некуда, на мой взгляд, 10 это значение индикатора снижения с 17,5, минимальное значение за год. По еврозоне тоже спад с 35,6 до 29,3. Соответственно, снижение бизнес-оптимизма указывает на то, что немецкий бизнес, немецкие промышленники пессимистично. Опять же, оценивают перспективу экономики Германии. И я думаю, что вы все прекрасно понимаете, с чем связан этот пессимизм. Учитывая то, что последние две недели мы с вами получали статистику по состоянию промышленного сектора и по состоянию торгового баланса. И промпроизводство просело и снизились показатели экспорта. Мы, собственно, нашли ответы в столь слабой статистике в слишком высоком курсе отменам европейского валютного актива. Поэтому я еще неделю назад активно стал призывать вас к тому, чтобы вы воздержались от покупки основных локальных максимумов европейского валюта, даже несмотря на то, что так кажется перспективными сейчас инвестиционными идеями прокатиться по евро с текущих значения до сопротивления 1,20. Я думаю, что шансы на это крайне малы. Друзья, через 20 минут, в прямом смысле, совсем скоро, если вы спекулируете европейской валютой, вы не можете пропустить невероятное по важности событие. Это выступление представителя Европейского центрального банка Марио Драгина. Оно состоится, как я уже отметил, в 10.00 по московскому времени. Собственно, это пресс-конференция перед его пятничным выступлением в Джексон-холле, который состоится поздним вечером в 22.00 по московскому времени. Европейские фондовые рынки уже будут в этот момент закрыты, поэтому к этому событию сейчас, к сегодняшнему выступлению, как прелюди, и, возможно, к репетиции того, что мы слышим в пятницу, подойдут с большим интересом и начнут спекулировать уже сегодня. Поэтому через 20 минут нас ожидает с вами мощная волатильность и, соответственно, серьезные движения, не только в рамках европейской валюты. Есть на рынке сейчас идея о том, что нужно покупать слух и продавать уже АФА. Почему? Потому что считается, что сейчас велика вероятность попасть, опять же, в просаг и стать заложниками ранее занятых коротких оппозиций. Что мы можем услышать от Тедраги? Ну, то, что он позволит себе какие-то дополнительные заявления, острые фразы и большую конкретику, нежели чем всегда, по перспективам программы количественного смягчения, я думаю, то, что вероятность для таких и текущих изменений монетарной политики крайне низка. А вот на что, скорее всего, будет сделан больше акцент, это на, как и ранее, озабоченность тем, что происходит на валютном рынке и, в частности, с курсами европейской валюты, как реакции трейдеров, которые очень сильно опережают потенциальную нормализацию денежно-кредитной политики. Это, опять же, возвращаясь к тем заявлениям, которые были сделаны Европейским центральным банком больше месяца назад, когда, вы помните, неизвестно на чем евро стало расти, якобы получив сигнал о том, что программа количественного смягчения будет свернута в ближайшие месяцы, а ставки начнут постепенно повышаться. Якобы участники рынка высмотрели намерки на это со стороны высказанных председателя Европейского центрального банка Марио Драги, хотя сам ЕЦБ опроверг, собственно, подобного рода заявления, точнее, их не было. Мы помним, что Европейский центральный банк отметил, что реакция трейдеров была не совсем адекватной, потому что Европейский центральный банк и ЦБ остаются по-прежнему в рамках прежнего вектора политики, исключительно мягкой, направленной на разгон инфляции, а инфляция сейчас не растет, как вы помните, на основании тех данных, которые мы получили еще на прошлой неделе. Поэтому лучше настраиваться, конечно же, на мягкую риторику. Вы можете воспользоваться рыночной рекомендацией, сейчас по факту сегодняшнего выступления Драги попробовать подкупить евро, потом уже задуматься о продажах. Я все-таки предпочитаю более такой прямолинейный трейдинг. Я не люблю метаться, особенно за такой короткий промежуток времени, как несколько торговых сессий. Считаю то, что сейчас, собственно, так же, как и день назад, недель назад, уж тем более после того, как евро-доллар пытался подобраться к планке 1.20, очень хорошее ценовое значение, чтобы продать евро в расчете на то, что мягкая риторика в плане ожиданий будет оправдана, и Европейский Центральный Банк не будет поддерживать рыночные ожидания по поводу более жесткой монетарной политики. Сегодня по евро настраиваемся на продажи. Это мое субъективное мнение. И я думаю, что если все пойдет вот так, как все-таки прогнозируется, хотя рынок всегда поступает иначе, но если все пойдет в соответствии с, наверное, правильным сейчас фундаментальным подходом, то евро завершит неделю на отметке 1.15. Фунт против доллара вчера просел до минимума за последние 8 недель. Полномасштабное, широкомасштабное укрепление американцев вдоль всего рынка оказало соответствующее давление на фунта. Плюс ко всему, прессингом для британца выступили слабые перспективы по экономическому росту. Омрачили также настроение сообщения о том, что процесс переговоров по Бресту затянется на несколько лет, и факт того, что эти переговоры и без того являются проблематичными, это окажет еще большее давление на и так уже снижающийся темп экономического восстановления. Вчера вышли данные по росту заимствования государственного сектора. Не знаю, следили вы за этим отчетом или нет, но если нет, ничего страшного. Рассказываю то, что заимствования со стороны госаппарата выросли с периода по... с апреля по июнь, то есть за прошлый квартал, на 1 миллиард фунтов. И в целом это позволяет нам говорить о том, что причина заимствования кроется в росте обслуживания государственного долга, в том числе и из-за резкого роста индекса потребительских цен. Пик по инфляции, кстати, еще не достигнут. Я призываю вас не забывать про это, потому что, скажем, потенциально все-таки присутствующая вероятность того, что индекс потребительских цен окажется выше 3%, это еще большая нагрузка на потребительскую активность. Помимо этого, не забывайте про политические риски, которые сейчас тоже, скажем, как тучи сгущаются над британцем и, собственно, оказывают на него то давление, о котором мы с вами говорим. Я отмечал то, что фунт это аутсак. Нужно просто ждать, когда вот эти качества слабого инструмента рынка Форекс, особенно инструменты, которые отвечают за развитие рынка, будут проявлены во всей красе. У нас очередной раунд переговоров уже не за горами, можно уже закладываться под потенциальный риск и продолжать продавать себе фунт, тем более, что он уже находится в самой непосредственной близости от отметки 1.28. Наша с вами ближайшая цель – отметка 1.27. Доллар японская иена, котировки 109.46, доллар понемногу восстанавливается. Вчера мы видели, как опара пыталась достигнуть планки 110 иен против доллара, после этого последовал откат. Перспективы американцев будут зависеть от того, готовы ли трейдеры все-таки отказаться от прежних геополитических рисков, соответственно, не делать уже акцент на рост теоретической активности в Европе, чуть подзабыть тему с ростом геополитики и напряженности в отношениях США и Северной Кореи, и уж тем более снова не поднимать вопросы по поводу заторможенных и основы затянутых по реализации обещанных реформ Трампа. И готовы ли обратить свое внимание на перспективы экономической политики, которую как раз и будет говорить Джанет Йеллен. Мы посмотрим и послушаем, что будет сказано, поскольку это столь же важное событие для доллара, как выступление драги для европейской валюты. Вот будем искать ответы в том, что произойдет и с долларом, и с евро именно в их риториках. Но думаю, что если ситуация с драги, у нас больше шансов получить дополнительные подтверждения и сохранения мягкой политики, то в отношении ФРС у нас больше шансов услышать на то, что американский регулятор понимает, насколько волатильным являются показатели по инфляции, поэтому по-прежнему сохраняет свои прогнозы по росту процентных ставок, решение по которым будет соответствовать прежней последовательной постепенности. Вот такая фраза мне очень понравилась. Запомнилась еще в дословном переводе того, о чем говорила Джанат Йеллен во время своей последней открытой конференции. Поэтому для доллара тоже у нас фундамент более чем интересный. Сегодня, помимо этого, у нас ожидания будут подкреплены еще одним блоком статистики по активности в производственном секторе и сфере услуг в 16.45. Мы ждем эти данные. По прогнозам статистика вроде бы как неплохая. Хотелось бы, чтобы доллар, конечно же, использовал фундаментальный позитив и оказался перед выступлением Джанат Йеллен выше отметки 110. Я продолжаю делать акценты на рост американца. Доллар Канаде. Вчера вышли данные по уроничной продаже 0,1% с 0,5%. То есть слабая статистика, слабый отчет. И, наконец-таки, первый более-менее очевидный сигнал того, чтобы продолжать покупать пару доллар Канаде. Потому что низкие показатели потребительской активности – это потенциальный риск для сохранения довольно, скажем, вялого темпа разгона инфляции в рамках Канады. Если инфляция так и останется, скажем, ниже целевого значения, то тогда Банк Канады, конечно же, не будет повышать процентные ставки. Параллельно у нас еще еще снижается нефть. Если нам удастся наскоком преодолеть поддержку 50 долларов за баррель и закрепиться ниже этой планки, тогда против Канадца будет действовать еще и нефть. Ну и, разумеется, я уже отметил еще и доллар, который сохраняет высокие шансы на то, чтобы показать свои лидерские качества против данного сырьевого инструмента и тем самым поспособствовать большему восходящему движению. Вчера я предложил вам рискнуть покупать уже пару USD-кат. Уже оказались все в плюсе, потому что пары находятся недалеко от отметки 1,26. Но я думаю, что мы можем ставить на движение этого тандема активов в район 1,30. По новозеландцу, друзья, новые риски, которые сейчас начинают, скажем, сплачивать все большее количество сторонников, это риски тоже политического характера. Несколько упустил я эту тему, но сейчас, поскольку они говорят, делать это уже не буду. 23 сентября очередные парламентские выборы в Новой Зеландии, которые тоже могут стать довольно интересными для того, что произойдет с новозеландцем. В частности, сейчас общая консенсус оценка, которая, опять же, через оценку общественного настроения предлагает использовать именно назревающий политический риск в качестве еще одной причины, почему новозеландец должен слабеть. Помимо этого, не забывайте и про последнюю риторику Уиллера, представителя Резервного банка Новой Зеландии, о том, почему политика должна быть мягкой. Не забывайте про провальные результаты молочных аукционов. Не забывайте также и про статистику в Китае, слабые значения которой указывают на то, что Поднебесное продолжает свое нисходящее пике, указывающее на то, что 2017 год будет закрыт еще на более скромных значениях по экономическому росту. По австралийцам ситуация та же самая, только, пожалуй, молочный аукцион не так уж, скажем, актуален для австралийца, поскольку там совершенно другие экспортные ресурсы. Но ситуация с долларом, ситуация с мягкой экономической политикой и с Китаем, как на, скажем, фон, влияющий на еще одну валюту страны океане, этот фон давлеющий, собственно, на австралийце, поэтому мы видим, как и USD снижается, и новозеландец против доллара. Австралийца сейчас котируется на отметке 0,7889. Наша с вами цель, как и раньше, 0,75. По новозеландцу, я думаю, что можем дожать в ближайшее время поддержку 0,70, то есть для нее еще чуть больше 200 пунктов. Американский фондовый рынок снова полон оптимизма, собственно, такие же настроения характерны и для европейских площадок, но это, опять же, порядки ожидания того, что будет сказано Драги и Елен. Этот оптимизм может очень быстро быть смещен и изменен разочарованием, но пока этого не происходит, будем говорить о том, что есть на текущем этапе. В отношении американского фондового рынка, даже несмотря на основу движения S&P в районе 2450 пунктов, рекомендую по-прежнему сидеть на заборе и поглядывать лишь на то, что происходит, но никак не спекулирую, потому что вероятность коррекции все еще высока. Друзья, собственно, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Благодарю всех за вопросы, которые вы оставляете на форуме о маркетинге, на канале, на YouTube. Надеюсь на большую активность. Большое всем спасибо, кто оставит еще и лайки, большие пальцы. Это мотивирующее, скажем, такое действие. Но я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что значит даже такого рода опощрение. В общем, буду стараться и дальше снабжать вас информацией. Остается только пожелать вам хорошей торговой сессии. Через 7 минут вещает Драги, друзья. Пожалуйста, контролируйте риски, потому что волатильность может быть очень существенной. До завтра. Всего доброго. До свидания.